О том, что подъезд 37-го дома по улице Юбилейной нуждается в санобработке, специалистов коммунальных служб оповестили жильцы при помощи социальных сетей. Городские власти потребовали незамедлительной реакции управляющей компании. Через полчаса после озвученного на совещании интернет-обращения дезинфекторы прибыли на объект. Обработали все тактильные поверхности – поручни, перилы, почтовые ящики, ручки дверей и подоконники. Все чисто, стерильно, живности никакой нету, ни тараканов, ни блох, ничего этого нету. Собака тоже у нас, он очень чистый, стерильный, мы за ним ухаживаем, моем его, лапки ему всегда дезинфицируем. По такой же схеме прошла дезинфекция жилого дома по улице Победы, 99. Главный хозяйственник города Владимир Василенко больше всего ценит оперативность и напоминает. В Самаре более 10 тысяч многоквартирных домов и порядка 25 тысяч подъездов. Дезинфекция жилых объектов должна проводиться в ежедневном режиме. В канун новогодних торжеств санобработки жилых домов уделят повышенное внимание. Еще я попросу сегодня не самоуспокаиваться по части обработки подъездов, обработки кнопок, ручек и всех остальных. Тем более мы стоим в преддверии новогодних праздников. Не допустить в новогодние праздники нашей работой рост количества зараженных. Все. Если по какой-то причине подъезда не дезинфицируются или работы по их санобработке идут недолжным образом, пожаловаться можно в администрацию внутригородского района Самары как по телефону, так и через социальные сети. Исправлять недоработки представители ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний должны незамедлительно. В противном случае на организации будет наложен штраф. Районы своим муниципальным жилищным контролем на места выходят, реагируют. Если такое фиксируется, применяются меры административного водительства. За данное деяние предусмотрена административная ответственность. В данном управлении также ведется работа. Привлекаются к административной ответственности размер штрафа в районе 100 тысяч на одно хозяйствующий субъект. Усилить контроль в канун новогодних праздников рекомендовано и за вывозом бытового мусора. В период долгожданных каникул и торжеств отходов скапливается в разы больше обычного. Чтобы мы на Новый год усилили хотя бы в разу полтора количество выхода машин по вывозу. Мусора будет больше. Чтобы у нас, еще раз говорю, сбоя по вывозу крупногабаритного мусора и бытового не было. В департаменте городского хозяйства и экологии Самары в очередной раз напомнили о необходимости оперативного реагирования на жалобы, поступающие от населения. Особенно в период новогодних праздников, когда большая часть горожан будет находиться дома. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.